Во Владивостоке завершается главное событие медиасообщества Дальнего Востока – Медиасаммит. На своих площадках он собрал 5000 журналистов, блогеров, представителей бизнеса и властей. В частности, руководители региона Дальнего Востока, в их числе и глава Якутии Егор Борисов. Главная цель саммита – выстроить диалог между властью и представителями средств массовой информации. Стас Михайлов продолжит. Специализированный форум, проходящий два дня на кампусе ДВФУ для представителей медиасообщества, в этом году оказался необычайно масштабным. Участие в нем принимают представители всех видов журналистики. Это радищики, газетчики, сотрудники интернет-агентств и телевидения. Для них проводятся мастер-классы, лекции и круглые столы с участием коллег из федеральных организаций. Особый статус мероприятию придает участие первых лиц государства. Вице-премьер Юрий Трутнев провел пленарное заседание, посвященное новым федеральным законам, направленным на развитие Дальнего Востока. Дальний Восток, любая территория может развиваться только в одном случае – когда в это верят люди. Поэтому, когда поверят инвесторы, когда будут строить новое предприятие, когда люди, выходящие каждый день на работу, будут понимать, что они своей работой делают край лучше. Нам нужно вот такое вот объединение наших усилий, и это объединение без средств массовой информации достигнуть невозможно. В этой работе власть готова прислушаться к журналистскому сообществу. В ходе дискуссии на прямую связь была подключена студия Саха-Медиа для того, чтобы узнать мнение представителей пятой власти региона о ходе реализации проекта одного гектара в Якутии на личном опыте. «Самое проблематичное, с чем я столкнулся, это инфраструктурные пути непосредственно к своему участку. Несмотря на то, что, в принципе, участок, который я выбрал, находится совсем недалеко от города, но всё-таки вглубь он, например, порядка трёх километров идёт, вот пока, естественно, дороги никакой нет». Полпред разъяснил позицию правительства по заданному вопросу. Другие вопросы, волнующие участников госпрограммы, уже находятся на рассмотрении, и в ближайшее время по ним будут приниматься решения. «Два разных принципа. Первый принцип. Мы протягиваем инфраструктуру, выделяем территорию и говорим, вот здесь вы можете получить землю. Второй принцип. Мы берём карту Дальнего Востока, убираем только те зоны, на которых получить нельзя, и говорим, в любом другом месте ты можешь выбрать землю. Мы выбрали второй подход. Почему? Потому что он даёт больше возможностей». На сегодняшний день уже подано почти 92 тысячи заявок на оформление Дальневосточного гектара. Из них 17,5 тысяч приходится на Якутию. Между тем, в ближайшее время будет расширен перечень земель под выдачу, в связи с чем ожидается увеличение количества заявок.